все ли в нашем мире случайность или есть какое-то объяснение феномена бадера майнхофа он заключается в том что информация которую вы получили недавно начинает появляться повсюду прочитали какую-нибудь книгу или посмотрели фильм теперь их упоминание вы будете встречать в рекламных баннерах социальных сетях или в разговоре прохожих является ли это совпадением или нет по сути своей это некая защитная реакция человека на мир и у всех бывает она разная у одних она бывает на уровне когда это уже доходит до я бы сказал таких тревожных состояний даже до паранои когда человек я бы сказал так уже страдает от этого настолько что во всем видит какую-то причину связано с чем-то одним большую часть исследований в области феномена бадера майнхофа провел американский ученый арнольд свеки по его словам ощущение что повсюду находится то о чем ты недавно узнал является следствием избирательного внимания и предвзятости восприятия то есть человек сам выделяет интересную информацию из контекста и чтобы подтвердить свои суждения пытается найти подтверждение в реальной жизни на самом деле средняя частотность использования той или иной информации не меняется от того узнали вы они или нет однако нам так кажется потому что мозг фильтрует информацию в каком-то смысле феномен бадера майнхофа является субъективным восприятием мира такое чувство по словам ученого может длиться в среднем 24 часа конспирологические теории чисто манипулятивно на этом просто зарабатывают на этом делают прибыль выдумывают какую-то опасность а потом продавить чего-то под эту опасность чтобы прибыль словить вот наше время в эпоху постмодернизма когда мы часто живем не согласно реальности а согласно выдуманной реальности виртуальности это конечно стал больше феномен бадера майнхофа работает по простой схеме даже когда твое внимание направлено на конкретный предмет или задачу между тобой и внешним миром происходит постоянное взаимодействие с позиции эволюции ты должен быстро реагировать на то что происходит в окружающей среде чтобы оставаться в безопасности но в то же время если ты не умеешь игнорировать раздражители то не сможешь полностью сосредоточиться на задачу данный феномен является неотъемлемой частью 21 века времени постмодернизма стоит быть внимательнее чтобы защититься от таких манипуляций и не потратить деньги или время впустую николас ховский фариза хитоглы универ news манипуляции